Приветствую вас. На мой взгляд, вся проблема заключается в том, что мужчина избегает ответственности в ваших отношениях. Мужчина, ну, может быть, боится ответственности, скорее всего, боится ответственности, и пробыть с вами 9 месяцев человек вполне вероятно испугался, испугался серьезности ваших отношений. Человек испугался того, что, ну, к чему это может привести, то есть ваши отношения к чему могут привести. Человеку стало страшно, и очень похоже, что он просто от вас, ну, отдалез. Очень похоже, что он просто, вот он опошел на выгодную ему дистанцию, вот это, опошел так, как вот ему комфортно было. Вот, опошел так, как ему было выгодно, вот, хотя я, конечно, не берусь утверждать наверняка это, вот. Вот, но по вашему описанию получается так, вот. И, исходя из этого, можно сделать вывод, что мужчине с вами хорошо, мужчине с вами комфортно, вот. Мужчине может быть с вами, с вами даже удобно, вот. Возможно, даже у него есть к вам какие-то чувства, но он не готов, он не готов брать ответственность за вас и отсюда все сомнения его в любви. А почему, почему я так считал? Ну что, смотрите. А если бы он, правда, например, вас не любил, допустим, то у него бы уже давно, ну не давно, но у него бы уже появился интерес, вероятно, к другим девочкам, вероятно, к другим девочкам, он бы начал общаться с кем-то еще, скорее всего. Вы бы это заметили, к вам, к вам бы, у него интерес, а, пропал бы, вот. И, соответственно, вы увидели бы, как он начал двигаться дальше, вперед. Но он вместо этого пытается вас удержать, а вместо этого не хочет, чтобы вы уходили из его жизни, хочет любить вас и быть рядом. Но, знаете, вот, хочу любить, это, это, эм, такая игра слов, точнее даже не слов, а смысла. То есть, когда человек говорит, я хочу любить, это значит, что он вроде бы и не любит, тут у него всегда есть, эм, какое-то, знаете, ну, оправдание. Типа, что, ну, я же не люблю тебя, да, что ты от меня хочешь, к примеру. Вот, я же тебе, а, если нет к тебе чего-то, так что ты от меня ждешь, к примеру. Вот. Вот. Ну, а с другой стороны, это можно интерпретировать, как, э, желание в отношениях с вами находиться. Вот. И, вы, как бы, на это покупаете, мысли, что, ну, он же хочет меня любить. Вот. Поэтому, я вот, э, честно говоря, не думаю, что у него действительно такие сомнения, потому что, если бы он, ну, если бы у него не было главных чувств совсем, если бы вы ему были не нужны, он бы уже давно-давно с вами бы расстался. Вот. Другое дело, что это не отменяет того факта, что именно любви к вам он не чувствует, это правда, потому что ведет он себя с вами эгоистично, и никак его действия, они, э, ну, они не нацелены на, на, вас. Вот. То есть, его действия, они, э, не нацелены на то, чтобы вам было хорошо. Вот. Его действия, они, э, нацелены скорее на то, чтобы, э, хорошо было ему. Вот. Вот. К сожалению. Вот. И здесь только вопрос к вам. Да? Насколько вы себя любите, насколько вы себя уважаете, насколько вы себя цените, вот, что, соглашаетесь на такого рода отношения, в которых человека относится к вам, ну, вот так, таким образом. который предлагает вам полную нестабильность в отношениях, а, то есть, который говорит, что я тебя не люблю, вот. то есть это помождает тебя от ответственности, но при этом удерживает вас в этих самых отношениях. И вопрос, который задал Галеки, точнее, Кудрячев Игорь Леонидович. Вопрос, он очень, на мой взгляд, правильный. Чего хотите вы сами? Вам-то что нужно? Вам-то вы-то чего хотите? Вот. Сейчас человек сомневается, может быть у него правда сомнение, может он правда не знает, любит ли он вас. Но в таком случае, знаете, вне зависимости от того, как там на самом деле обстоят дела, да, вне зависимости, вне зависимости. Потому что можно с уверенностью сказать, что чувства у человека нет. Однако с вами он только из-за эгоизма. Вот. Понимаете? Какая штука. И вот это уже вам решать, будете ли вы в таких отношениях или нет. Застойны ли вы, как вы считаете, таких отношений или нет. А когда вы задаете вопрос, вот такой, вопрос, почему он не может полюбить опять? Это очень странный вопрос, потому что чувства от нас не зависят. Мы испытываем те чувства, которые испытываем, мы испытываем те желания, которые испытываем. Но в наших силах реализовывать эти желания так, чтобы от этого не было вреда. Ну, другим людям. В частности, нашим близким. Вот. Поэтому в данном случае можно с уверенностью сказать, что ваш вопрос, так как вы его задаете, в той форме, в какой вы его задаете, он задан очень некорректно. Некорректно. Вот. Вот так. Также, он свидетельствует о том, что вы не желаете принимать личную ответственность за себя. То есть, вы говорите, например, такую историю, почему он не может, там, допустим, полюбить опять или отпустить. То есть, как бы, всё зависит от него. На самом деле, это не так, потому что в отношениях есть ещё вы. И, ну, вы тоже, за что это отвечаете. Вот. Я имею в виду, ну, свою, как бы, лепту в отношениях вы должны вносить. И о себе заботиться, в первую очередь, о себе заботиться, нужно вам. Не мужчине, а вам. Смотрите. То есть, вам нужно знать, что для вас лучше всего. Вам нужно знать, что вы хотите. Вам нужно знать, как вы хотите. Вам нужно знать, ну, что в мужчине, там, например, позволено, да, к примеру, а что нет. Ну, по отношению к вам. Какое его поведение вы принимаете, какое нет. Это такое ощущение, да, что вот, есть только он в отношениях, а вас нет, вашей позиции нет. Вы целиком и полностью как будто бы от него зависите. Если это так, то вы, к сожалению, созависимые партнёры, в этом случае нужно работать созависимостью. То есть, вы чересчур, чересчур сильно в нём нуждаетесь. А это критично. Для отношений, это критично. Потому что зависимость, она, ну, никогда ни к чему хорошему не приводит. То есть, чрезмерная зависимость от, ну, от людей. В данном случае от, в вашем случае, от молодого человека. Вот. Вот так, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.